Приветствую вас господа трейдеры на очередном еженедельном видео обзоре валютного рынка основанном на измененном волновом анализе Эллиота. Валютная пара евро доллар нам дала отличную покупку. Как вы помните мы с вами рассматривали покупку выше уровня 1.1250 и также мы с вами в понедельник на вебинаре отработали покупку выше 1.1232 на формировании восходящей конструкции точка входа на АТКТБ по торговой системе умная торговля. И также вы помните, что мы цель с вами ставили 1.1280, круглый второстепенный уровень, который благополучно мы с вами получили. Итак, что у нас есть сейчас? У нас есть восходящая усеченная конструкция, на данный момент она усеченная, восходящая усеченная конструкция уровня H8, вверх волна А, вниз коррекция волна В и вверх, соответственно, волна С. И эта волна С усеченная, как мы видим, она дошла до того же уровня, где и волна А, конечно же, ни о каких уровнях 123.6 по Фибоначчи здесь речи быть не может. Ну и также, если мы посмотрим на индикаторе авиасомого осциллятора, то, конечно же, бросается в глаза расхождение, которое у нас есть. О чем это говорит? О том, что мы можем рассмотреть продажи, но все-таки, несмотря на то, что у нас конструкция усеченная, я предлагаю рассматривать продажи строго на завершении восходящей конструкции пробитием наклонного канала. Вниз волной А пробиваем наклонный канал, таким образом мы продадим ниже уровня 1.12.50, мы видим, что уровень очень сильный и он очень хорошо себя показал, поэтому такая продажа будет просто намного безопаснее. Вниз волной А пробиваем наклонный канал восходящей конструкции, тем самым ее завершаем. После этого получаем коррекцию волну В и после этого, соответственно, продажи на пробитие волны А. Такая точка входа будет на откате В плюс при усеченной волне С. Почему при усеченной волне С? Потому что восходящая конструкция у нас усеченная, соответственно, на завершении этой восходящей конструкции мы с вами продаем. Почему на откате В? Потому что вниз у нас есть предполагаемая волна А, вверх вот это движение мы можем предположить, что это трехволновка усеченная, это коррекция волна В. И вниз, соответственно, волна АС, ВС и волна СС. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно в диапазоне 1.12 ровно, это также ловушка для профи по нашей основной нисходящей конструкции, мы переводим сделку без убыток, фиксируем 1.2 к прибыли. А для определения профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. И наша цель уровень 1.11.20, круглый второстепенный уровень, и он же уровень 123.6 по фибоначчи от предполагаемой волны А. Это наша цель для продажи. И когда нам рассматривать покупки? Если мы хотим покупать, а мы сейчас, как мы видим, мы находимся все-таки в восходящей волновой конструкции, то мы можем это делать даже на меньшем таймфрейме. Давайте перейдем на меньший таймфрейм. На завершение этой нисходящей конструкции, которая, кстати, на данном этапе, она усеченная. Давайте мы это нарисуем. Вниз волна А, вверх, соответственно, у нас есть коррекция волна В, и вниз уже есть усеченная волна С. То есть вот она, эта усеченка, вниз волна С. Почему она усеченка? Ну, опять, видите, то же самое, она находится на том же уровне, где и волна А. Соответственно, для того, чтобы узнать, когда завершится конструкция, нам необходимо построить по ней наклонный канал. Вот я построил наклонный канал по данной конструкции. И на формировании восходящей конструкции мы с вами можем рассматривать покупку вверх, волна А, пробили наклонный канал, завершили конструкцию. После этого получили коррекцию волну В, и после этого покупка выше волны А на формировании восходящей конструкции. Такая точка входа будет на откате В В таком случае мы предполагаем, что это движение вверх это волна А Вниз соответственно коррекция волна В Вверх АЦ, ВЦ, ЦЦ Если мы рассматриваем такую покупку То обязательно на нашем максимуме Вот у нас есть отличный уровень 1,1284 Мы переводим сделку без убыток Фиксируем 1,2 прибыли Да, здесь ловушка близко, но просто потому что коррекция короткая Если будет коррекция больше, это будет хорошо Но сейчас коррекция у нас короткая Ловушка действительно близко Но мы должны на ней реагировать Потому что, как мы видим, уровень очень сильный Цена на него действительно очень хорошо реагировала И что мешает развернуться и от этого уровня потом пойти вниз Соответственно, если мы не будем страховать нашу сделку То мы просто потеряем деньги Первая цель, как мы определились, это ловушка для профи И вторая цель, это уровень 138,2 по Фибоначо От предполагаемой волны А Натянули Фибосетку И цель уровень 138,2 1,1306 И также можно рассмотреть уровень 161,8 1,13,19 Это наши цели для покупок По валютной паре фунт-доллар Вы помните, что мы находились во флете Мы, в принципе, и сейчас находимся во флете Здесь мало что поменялось Единственное, что было хорошо, это то, что мы решили не рассматривать продажи А точнее рассматривать их уже по правилам круглых уровней Ниже 1,29,80 Что, в принципе, нас и спасло от продаж Потому что, естественно, продавать здесь не надо было Здесь могли быть только покупки И, кстати, покупки здесь были неплохие На формирование восходящей конструкции На завершение этой нисходящей конструкции То есть такие вот простенькие покупки Сейчас, конечно же, валютная пара находится во флете То есть здесь ничего не поменялось Валютная пара как находилась во флете Так она и находится именно во флете Для того, чтобы покупать валютную пару Я предлагаю завершить всю нисходящую конструкцию Давайте я уменьшу немного график Чтобы вы увидели, что это за конструкция Итак, у нас есть вниз волна А Верх коррекция волна Б И вниз усеченная волна С Что нам надо для того, чтобы покупать? Для покупок, так как мы уже, в принципе Находимся рядом с наклонным каналом нисходящей конструкции Нам необходимо пробить наклонный канал После этого получить волну коррекции волну Б И, соответственно, после этого Только мы с вами рассматриваем покупки выше волны А Такая точка входа будет при усеченной волне С И, в принципе, у нас будет потенциал До верхней границы нашего вот этого широкого флета Если мы рассматриваем такую покупку То желательно в диапазоне 1.32 Перевести сделку без убыток Зафиксировать 1.2 прибыли А дальше уже ориентироваться по уровням 1.32.50 И 1.33 ровно Это будут наши цели для покупок И что надо для того, чтобы продавать валютную пару Вот продажи мне здесь почему не нравятся? Потому что я понимаю, что здесь флэт С одной стороны я за продажи по фунту Вы, в принципе, это знаете А с другой стороны у нас флэт Если, конечно, начнется это долгожданное нисходящее движение То можно и продать Но пока его не видно Первый вариант мы оставляем, как был у нас на прошлой неделе По круглым уровням То есть спускаемся вниз в диапазон 1.29.80 После этого получаем коррекцию В диапазон 1.30 1.30.20 В принципе, ну коррекция, чтобы была нормальная После этого продажи ниже 1.29.80 То есть вот такая вот продажа может быть по круглым уровням И также может быть продажа на формирование нисходящей конструкции Но надо коррекцию все-таки получить побольше То есть сейчас у нас флэтовое состояние все-таки С одной стороны у нас формируется фрактальная продажа Это хорошо, то есть это плюс Потому что у нас ниже 135-й скользящей средней Образовался фрактал старта Соответственно здесь образовался сигнальный фрактал И теоретически можно здесь продавать ниже 1.30.58 Вроде бы как и неплохо для фрактальной продажи Но не для этой валютной пары Почему не для этой валютной пары? Потому что она находится в оффлете И ее просто кидает с места на место И какого-то тренда, чтобы отдать приоритеты Здесь нет И поэтому я, наверное, все-таки воздержусь По той причине, что хочется находить Такие вот качественные точки входа А здесь вот только фрактальная получается продажа И все Поэтому или мы получаем более высокую коррекцию Такую, чтобы ее было нормально видно И после этого продажа, в принципе, фрактальная Будет, ну, очень даже классно И, конечно же, первая цель Это в диапазоне 1.30 ровно Это ловушка для профи Здесь мы обязательно фиксируемся частично И переводим сделку без убыток Может быть даже и все стоит фиксировать Потому что мы помним, что 1.30 все-таки держит цену Держит уже очень давно То есть валютная пара находится действительно во флейте Там уже надо смотреть будет по конкретной ситуации По конкретной волатильности По валютной паре евро-доллар У нас с вами была покупка Вы помните, что мы рассматривали покупку На формировании восходящей волновой конструкции В точках входа на откате B То есть мы предполагали, что это вверх волна A, B Соответственно, волна A, C, B, C И вверх пойдет волна C, C В принципе, мы вверх и пошли Но до этого мы успели сходить вниз Но, кстати, здесь также у нас была точка входа на откате B Все ровно та же самая Просто она переместилась чуть правее То есть мы здесь, получается, какую-то копеечку забрали И здесь уже мы вошли по еще более выгодной цене И, конечно же, здесь мы уже забрали весь потенциал Который нам необходимо Вы помните, что нам необходимо забрать немного Всего лишь уровень 138,2 по фибоначчи от волны A Вот натягиваю фибосетку на волну A И, соответственно, цель уровень 138,2 по фибоначчи Была прекрасно достигнута Вот она, наша цель После этого произошел разворот Ну и нам уже какая разница? У нас главное, что закрыты наши цели И все, нам больше ничего не надо Вы помните, что у нас здесь было, да? То есть мы предполагали, что это коррекция вниз Волна B И, соответственно, нам нужна была волна A, C, B, C, C, C Что у нас вы видите правее? Давайте я немного даже перейду на меньшее время Чтобы было видно, о чем я говорю Итак, давайте разберем этот фрагмент То же самое То есть у нас вниз конструкция A, B, усеченная волна C Вы помните, что я говорил на каком-то вебинаре Что если конструкция усеченная То из-за большей вероятности будет коррекция волна B Впрочем, на курсе умная торговля я этому обучаю Строим наклонный канал по нисходящей конструкции Которая была у нас Вот она, нисходящая конструкция Соответственно, вот он наклонный канал Что нам надо для того, чтобы покупать Да все очень просто Нужно получить формирование восходящей волновой конструкции Вверх волной A Пробили наклонный канал Завершили эту конструкцию Классно То есть то, что нам и надо Соответственно, вниз получили коррекцию волну B И после этого покупка на пробитии волны A То есть очень простая покупка Первая цель ловушка для профи Легко было достигнуто Дальше цель уровень 138,2 Также мы прекрасно достигли То есть здесь получается обе цели были взяты Да, не с первого раза Первый раз у нас получилась осечка То есть мы перевелись без убыток здесь Зафиксировали часть прибыли Потом без убыток наш вынесло Такое бывает, потому что просто было повышение Волновой конструкции, восходящей конструкции То есть здесь ничего плохого не произошло Итак, как нам сейчас торговать данную валютную пару Для того, чтобы продавать валютную пару Мы можем рассмотреть в том числе и продажи Нам необходимо пробить наклонный канал После этого получить волну коррекции, волну B И после этого продажи на пробитии предыдущего минимума То есть на пробитии волны A Первая цель для продажи 0.7087 Здесь мы фиксируем 1,2 прибыли И переводим сделку в без убыток Почему у нас такие маленькие цели? Ну, во-первых, это таймфрейм H4 Не такая она и маленькая эта цель А во-вторых, у нас flat То есть если мы посмотрим тем более на валютную пару Австралийский доллар, американский доллар То мы увидим, что здесь у нас уже очень долгое время Валютная пара находится во flat Причем flat даже, я бы сказал, небольшой То есть вот примерно 120 пунктов у нас flat И причем это уже давно То есть в принципе это с начала года Ну вот с начала февраля, во всяком случае точно Вот у нас 5 февраля То есть с самого начала февраля у нас flat То есть нет никаких предпочтений ни у покупателя, ни у продавцов То есть что здесь произошло? На самом деле здесь был просто пробой максимума Вот этого максимума Почему? Потому что здесь наверняка стояли стоп-лоссы И наверняка стояли покупки То есть здесь те, кто не умеют торговать, ставили покупки То есть покупали уже здесь по очень дорогой цене Почему покупали? Потому что пробили максимум Вроде как надо покупать На самом деле, когда рынок находится в таком состоянии, как сейчас Этого делать, конечно же, нельзя То есть здесь надо фиксироваться, что мы в принципе с вами сделали Зафиксировались на уровне 138.2 В принципе, ну вот отлично Мы получается и зафиксировались на самом максимуме практически Поэтому правильно сделали Итак, вот такие у нас продажи на формирование нисходящей конструкции На завершении данной восходящей конструкции И когда нам рассматривать покупки Для покупок необходимо получить восходящую волновую конструкцию Которая пробьет Вот видите, у нас наклонный канал Ну в принципе нормальный наклонный канал Не такой уж он и горизонтальный Вверх получаем волну А Высоковато, все-таки дороговато получается Дороговатая покупка Я ее даже, наверное, пропущу Я надеюсь, что мы спустимся вниз И покупки уже буду рассматривать на перевороте Вот так То есть я не буду здесь покупать Дело в том, что если мы будем покупать Мы купим где-то здесь А у нас какой потенциал? Несколько пунктов И из-за этого ставить большой стоп-лосс Я не стану этого делать Поэтому покупки на перевороте То есть мы здесь вошли в продажу Как мы этого хотели Не получилось, не сложилось Соответственно, строим наклонный канал По нисходящей конструкции Которая у нас будет И после этого покупки На формирование восходящей конструкции Которая завершит эту нисходящую конструкцию Точка входа на самом деле простая На откате B В таком случае мы предполагаем, что это движение вверх Это волна A Вниз коррекция волна B И вверх волна A, C, B, C, C Если рассматриваем такую покупку То обязательно на максимуме 0,7170 Мы переводим сделку без убыток Фиксируем одну вторую прибыли А дальше уже можем ориентироваться Вплоть по уровням Фибоначчи Давайте натянем Фибосетку 123,6 Ну давайте, наверное, 123,6 Все-таки у нас здесь черный уровень И в том числе круглый важный уровень 0,72 ровно Это наша цель для покупки А 138,2 не рассматриваем По новоселандскому доллару Против американского доллара У нас была простейшая продажа в понедельник Вы помните, мы с вами рассматривали продажу Кажется, даже ставили отложенный ордер Да, ставили отложенный ордер мы с вами на продажу В понедельник во время вебинара Точка входа опять-таки на откате B По торговой системе умная торговля То есть здесь я вам нового ничего не скажу Вниз A, B, A, C, B, C, C Мы с вами продали То есть такая очень простенькая была продажа Которая нам дала, в принципе, профит То есть мы классно прошли Здесь все хорошо получилось А что у нас есть сейчас такое Что говорит против продавцов Специально оставил на таймфрейме H4 Для того, чтобы вам показать уровень Даже его чуть-чуть давайте уменьшим Как мы видим, у нас медведи Столкнулись с сильным уровнем В диапазоне 0,6720 Очень сильный уровень Мы видим, что действительно Этот уровень держит продавцов Цена находится во флейте В широком флейте Но она находится во флейте Вот мы видим, она здесь ходила вверх-вниз Вверх-вниз-вверх-вниз То есть мы опять подошли вниз И, конечно же, здесь продавать я не буду Я не знаю, как можно здесь продать Когда мы прекрасно видим, что здесь какой-то сильный уровень Нужно более выгодную цену получить для продаж Здесь мы продавали Почему мы продавали? Да, опять-таки, все Именно из-за того же флейта Мы анализировали флейт Мы анализировали точки входа по торговой системе Умная торговля и продали То есть мы знали, что мы находимся возле верхней границы флейта Соответственно, у нас был потенциал Мы его отработали Здесь потенциала я никакого не вижу То есть какой здесь потенциал Пройти 6 пунктов вниз Ну, я не думаю, что это потенциал Поэтому для того, чтобы покупать валютную пару Покупать Мы сейчас говорим о покупках Необходимо завершить данную нисходящую конструкцию То есть отработать точку входа при усеченной волне С Ну, потому что это вниз А, В, усеченная С Соответственно, мы отрабатываем точку входа при усеченной волне С Покупаем Но так получается, что мы не идем, как мы хотели, вверх И цена разворачивается Разворачивается и завершает нашу восходящую конструкцию Соответственно, мы переворачиваемся Вниз волну А пробили наклонный канал После этого получили коррекцию волну В И после этого вниз волна С Вот такая у нас продажа То есть получается у нас покупка на завершение этой нисходящей конструкции А продажа на перевороте от этой восходящей конструкции На которой мы с вами войдем в покупку Соответственно, если мы с вами рассматриваем покупку То можно частично зафиксироваться на пивоте 1 Нисходящей волны С В диапазоне 0.6773 Опять-таки, видите, у нас зеркальный уровень Здесь он был уровнем поддержки Здесь, соответственно, уровень сопротивления Отличный уровень, поэтому можно будет здесь частично зафиксироваться А дальше уже, опять-таки, ориентироваться можно по горизонтальным уровням 0.68 ровно Отличная цель И 0.6865 Ну, опять-таки, посмотрим Если будет, конечно, такой активный рост, как у нас было активное падение То мы, в принципе, быстро отработаем вплоть до 0.6918 А если мы рассматриваем продажу То обязательно на ловушке в диапазоне 0.6718 Мы переводим сделку без убыток Фиксируем 1-2 прибыли Это тоже обязательное условие Потому что мы прекрасно знаем, что это за уровень Мы с вами уже его разобрали И игнорировать этот уровень просто несерьезно А дальше пробьем Можно ориентироваться там на какие-то дальше цели Какие цели, опять-таки? Вот нужно сначала пробить Нужно пробить для того, чтобы можно было дальше куда-то уже ориентироваться Но пока не пробили, поэтому пока ориентироваться куда-то очень сложно Вот давайте посмотрим Может быть, 123.6 поставим цель Как вариант Да, в принципе, можно У нас здесь и уровень получился неплохой 123.6, 0.6671 Это цель для продажи Это конечная цель для продажи Валютная пара Американский доллар против швейцарского франка Продолжила свое восходящее движение Трудно, тяжело Мы видим, что мы здесь долгое время находились в апплейте Вот кое-как мы с него вылезли с этого апплейта И когда нам рассматривать покупки И когда рассматривать продажи Построю наклонный канал По нашей основной восходящей конструкции И, соответственно, внутренняя восходящая конструкция Для того, чтобы покупать Необходимо завершить внутреннюю восходящую конструкцию То есть повысить волновый уровень Получаем нисходящую трехволновую конструкцию То есть я сейчас опять говорю о выгодной цене Потому что сейчас мы находимся высоко Сейчас она невыгодная Мы все-таки даже далеко от скользящей уже находимся Поэтому спускаемся в диапазон скользящих То есть диапазон средней цены Получаем эту нисходящую трехволновую конструкцию На завершение этой трехволновой конструкции Мы с вами покупаем То есть строим наклонный канал По тому нисходящему движению, который будет И, соответственно, покупаем На формировании восходящей конструкции А, В, С На пробитии волны А мы с вами рассматриваем покупки Обязательно на максимуме, который будет Мы фиксируем одну-вторую прибыль И переводим сделку в без убыток То есть столовушка для профи Мы с вами отрабатываем А дальше уже для определения цели Можно натянуть себе сетку На вот эту вот трехволновую конструкцию То, что мы будем предполагать Что это движение вверх, это волна А Вниз трехволновка, это В И вверх, соответственно, пойдет волна С Которая имеет подволны А, С, Б, С и волна С, С И вот она цель уровень 123.6 1.00.72 Это цель для покупки И что надо для того, чтобы продавать Более безопасный вариант Все-таки на завершении всей восходящей конструкции Мы также, в принципе, с вами планировали И на прошлой неделе Пробиваем наклонный канал Нисходящей конструкции Конструкцию уровня H8 Давайте переду на H4 Чтобы было понятнее, о чем идет речь Пробили наклонный канал После этого получили волну коррекции И после этого продажи на пробитие минимума Почему, возможно, продажи на пробитие минимума Очень просто На самом деле, если мы рассматриваем такую продажу То мы предполагаем, что это движение вниз, это волна А Вот это вот движение вверх, это волна В И вниз А, С, Б, С, С Соответственно, наши цели Вот у нас отличная первая цель 0.9929, 0.9930 Это 1.2 И перевод сделки без убыток Дальше ориентируемся по уровню 0.99 Ровно Это наша конечная цель Почему конечная? Потому что все-таки пара находится во флете Опять-таки, как и все остальные То есть мы видим, что какого-то предпочтения То есть какого-то тренда у нас нет Это таймфрейм H4 И на нем можно определять тренд И видно, что его здесь нет То есть, ну какой здесь тренд Здесь вроде вверх идем А здесь как-то и вниз шли То есть вот так вот слепо смотреть То есть мы не видим какого-то конкретного направления Чтобы мы сверху вниз куда-то шли Или снизу вверх куда-то шли То есть здесь мы просто находимся посередине Поэтому такие небольшие цели У меня на этом все Если у вас есть вопросы, то задавайте их под видео Зарабатывайте вместе с нами Пока